Привет! Привет, мои хорошие! Это видео будет близким шепотом и на такую девчачью тему. Давно у меня очень резко на канале бывают видео о парфюмерии, о косметике, если только где-то в покупках. Это чисто фон. Вначале хотела снять вам про мои парфюмы, которыми я практически не пользуюсь, только вот этим Виктория Сикрет пользуюсь. Ну, а вообще у меня где-то десяток парфюмов, но поставила их, как говорится, на фоне белой стены. Так вот, сегодня я решила такое видео снять близким шепотом, близким тихим голосом, ну, в общем, так совсем-совсем близко к микрофону, и разобрать вот эту... то отсюда достать помады и, в общем, достать помады, потому что, кто давно смотрит, знает, что... Значит, люкс-косметику я покупаю только... Во-первых, я мало очень пользуюсь косметикой, очень крайне мало. Люкс у меня это только мой банальный уход. Это крем вокруг области глаз и крем до лица. Всё. Больше ничего не делаю. К слову сказать, сейчас перед тем, как покажу вам помады, сделаю маленький таппинг и расскажу. Как слову сказать, значит, насчёт ухода. Больше ничего не делаю. Как одна из девочек, моя ровесница, 41 год. Мне вот сейчас тоже будет 41 год. Знаете, когда я увидела её лоб полностью гладкий, вообще просто гладкий лоб, ни одной морщинки, ни одного залома, ни межбровки, ни одной. Вот тут я категоричное своё отрицание инъекционной косметологии как бы сразу... Ну, не то, что провергла, но, вы знаете, как бы не то, что мне захотелось. Наверное, мне бы захотелось иметь такой результат. Хотя, всё, что и то мне не напрягает, это только межбровка. Она у меня есть, ну, 41 год, если бы её не было. Но она не глубинная. Вы смотрите мои видео, я думаю, вы видели. Конечно, если я морщусь, она видна. Вот, ну, а вообще это не залом. Но морщинка, конечно, есть. А вот лоб, так как у меня худое лицо, то полосочки, морщинки тоже, присмотревшись, их можно видеть. Но они не глубокие, но они имеются. Там у девушки абсолютно другой тип кожи. И старение будет разное, потому что мы знаем, у всех разное старение. То есть кто пополнее, лицо будет тянуться вниз. У худых людей лицо будет покрываться, ну, вот так, по крайней мере, насколько я знаю, слышала, мелкой сеточкой. Ну, это я к тому, что увидя такой, конечно, результат, я не знаю, какой у неё был, насколько у неё было. Может быть, у неё очень мало она подвержена именно вот по такой код. То есть, может, по генетике у неё мало морщин, я не знаю. Потому что, ну, я не знаю, ну, в общем, 41 год. Такой лоб. Я не скажу, опять же повторюсь, что я бы хотела это сделать. Мне просто очень понравилось посмотреть на вот, как-то ты видишь, чистый, гладкий лоб. Ну, и понятное дело, что когда человек разговаривает, у неё нету мимики лба вообще. Я не заметила, что это как-то критично, либо это выглядит как мумия. Нет, наверное, просто потому что у неё очень приятен человек. И плюс губы у неё не обку. Ну, вообще нет уколов. Поэтому она очень натурально выглядит. И в ней миловидная внешность кукольная маленького она роста. Поэтому она вообще не выглядит, знаете, как женщина за 40. Вот. То есть, ей можно дать как 30, так и, может быть, 40. Ну, так же, как и мне, наверное, да. Можно дать и 40, и 33. На сицилии мне не дают. Мне, как я когда говорю, что мне 40, люди просто, ну, начинают подкалывать меня. Говорят, ну, ладно тебе. Хотя, как бы, ну, я не утрирую, но в любом случае, да. Короче, это насчёт ботокса. Да, она ставит ботокс, и вообще она делает всё. Она делает биоревитализацию, но у неё другая кожа, пористая кожа. У меня не пористая кожа. Но мне очень понравилось, конечно, если бы, вот, скажем так, не было риска опущения бровей. Вообще не было никакого риска. Да, если вы смотрите такой амино-антикосметолог на YouTube, я иногда просто видела её видео, то, конечно, она показывает и рассказывает, что всё может случиться, да, при инъекциях, вот. И опущение бровей, я уже не говорю, например, какие-то вообще последствия, которые могут тоже быть, но вот опущение бровей, бровей при ботоксе может произойти. У кого-то они вздёркиваются наверх, у кого-то опускаются, вот. И я бы, конечно, в общем, пока я не готова, но мне понравился результат, как бы, скажем так, у неё в Москве свой врач, вот, которому она ходит постоянно уже 5 лет. Поэтому я так подумала, но если что, у меня в Москве, значит, тоже будет этот свой врач. Хотя, повторюсь, я ничего не решила и не собираюсь, но мне очень понравился результат. Это вообще я начала про косметику, про то, что я не покупаю, я не ухаживаю за внешностью, инъекционно, и даже крем, это минимум. Также я не покупаю люксовую косметику декоративную, может, что-то, да. И поэтому эти помадки масс-маркета, они лежат себе, потому что я крашу, ну, крашу двумя. И давайте начнём, наверное, из тех, которые в этой вот банке, кстати, это маска, да, для волос, бананом, по-моему, да, фруктис. И вот она уже, я вам просто покажу, тут, по-моему, ещё пару лаков есть. Запах будет, я думаю, держаться год, только уже месяца два стоит. Я просто сложила сюда некоторые помады, которые, вы посмотрите, как я пользуюсь им. Это я к тому, что, может быть, лучше помада Герлен или что-то, да, чем 10 других, потому что я не пользуюсь. Так, я сейчас покажу, чем я могу пользоваться. Это, и то, купив месяца три назад, может быть, раза четыре, максимум пять я её нанесла. И то, купив один раз, потом ещё один раз спустя пару недель, и вот последнюю, наверное, недельку ещё два раза. Она нравится, мне очень нравится цвет, это суперустойчивая помада. Мне нравится всё в ней, и как она наносится, и как она наносится, и запах ванильный очень приятный. Это пятнадцатый номер, Лава, отличная помада Мэйбри. Ну, вот, наверное, вот эта помада, я думаю, не уступит люксу, потому что никаких нареканий на неё нет. Никаких вообще нареканий на эту помаду, как красиво она ложится, как красиво она носится. Поэтому, поэтому, да, суперстой, да, матовая помада, и это очень красивый цвет. Если у вас есть из этой линейки, напишите, как они вам. Так, какую помаду могу ещё похвалить? Из масс-маркета Пупа, всё-таки это масс-маркет, хотя под двадцать долларов она стоит. И в Италии она тоже где-то шестнадцать, но не совсем уж и масс-маркет, но и не люкс, да. Это вот эта, Мисс Пупа, очень хорошая помадка, вот такая. В номере, это вторая, по-моему, у меня ли третья, нет, наверное, вторая. Номер двести шесть. Я давно её не красилась, я маме отдала, потом, а мама тоже. Мама много помад, мы вот с мамой, ну, как ещё может быть, дочь как мама. Как мама моя ничего для лица не делала, я думаю, конечно, если бы моя мама тоже, там, допустим, с пятидесяти, ну, плюс-минус, а там с сорока пяти делала что-либо для лица, наверное, бы я тоже, может быть, что-то делала. Ну, мы с мамой такие. Вот эта помада очень, да, она новая, буквально, мама ей пару раз покрасилась, и я как-то говорю, а где помада? Что-то мне опять захотелось её, и она мне принесла, потому что мне пользуется. Сейчас, так как видео снимаю вечером, тут нету такого освещения, просто покажу, насколько она тоже такая. Вот она, эта помада увлажняющая, очень хороший, у неё такой тоже цвет, они близки. Я люблю очень вот такие, знаете, пыльные розы, но чтобы они были не, чтобы они давали яркость. То есть это должна быть пыльная роза, но не совсем нюд. Холодная. Холодный здесь тоже такой потом. Тоже приятный запах, но намного, оттушка более лёгкая, нежели вот в этой мебели. Не затекает в уголки, что мне нравится, очень классно носится. Отличная помада, вот эта серия Miss Pupa тоже, если вы любите увлажняющий, тоже советую. Так, это надо отложить, это я буду носить. Забыла взять, наверное, от этой коробочки я не положила. Взял Ла Ла Реаль недавно помаду. Не нравится она мне, не нравится запах, андушка и цвет нет. Ну ладно. Так, здесь лежит всё, что я не использую, куплю. Я очень люблю серию Essence Matte Matte Matte. Ну вот именно этот тон, такой тёмный. Посмотрим, а вот так вот есть лапочки. Видите, какая прям такой серый, серый, холодный роза, но она прям в серость уходит. Это мне не очень, не люблю такие тона. Они меня вроде не портят, но это не моё. А вообще эти серии, я очень люблю этих помад и с удовольствием пользуюсь вот этой 07. Это уже, наверное, третья помада 07. А здесь остаточки где-то целая была. Сегодня ещё подкрашивалась. Ну, в общем, 07. Мне нравится тем, что можно нанести, как, знаете, яркий-прияркий, вот такой ягодный. Также пальчиком просто вот так постукивая, да, вбивая пигмент в губы, она шикарно будет носиться, и эта яркость губ пигмент будет присутствовать. Я очень люблю эту серию Essence. Так, тут у меня лежат два лака, что это какой-то атлет, а, Vivienne Sabo. Вот этот хороший лак, он хорошо очень, по-моему, этот, нет, или нет, этот не очень, нет, нет. Давайте таппинг сделаю. Вот этот Vivienne Sabo, нет, ни о чём, по-моему, ни о чём этот. А, тут этого другого нету лака, хотела показать. Так, а, сейчас будет другой косметички. Вот, ещё 07, это я уже столетней пользовалась, да, а она получается, там такая, 0,3, 0,3 тон, он более, подождите, я вам сейчас его. Ну, просто здесь уже, как говорили, я разбираю, поэтому оно лежит и уже без использования. Ну, видите, он такой более уже розовый, если здесь такой ягодный, насыщенный, ну, не знаю, как передать, здесь больше такой, ну, не такой, видите, яркий, здесь такой он приглушённый, в розовинку больше. Так, дальше. Здесь 0,4, а вот этот, это всё мат-мат-мат, я всё время вам показываю. Этот тон, конечно, отдельно я его не ношу, но я люблю создать ему, может быть, подложку, вы часто спрашивали, что у тебя за помада на губах, вот это была подложка, а дальше я либо карандаш приглушённого тона, и тогда губы вроде яркие, но не вот такие гречащие, не такие вот, он даже тут чем-то, и смотрите, какой цвет, такой он, ой, даже не знаю, как назвать, такой не розовый, не... Как его назвать, это фуксия, какая-то такая фуксия с розовым микс. Так, Катрис помада есть в туалет, очень мне она не понравилась, сейчас подальше поставлю, и немножко теперь буду дальше стоять, потому что спина заболела, нагнувшись. Так, вот эта помада, поэтому буду говорить тихим голосом, Катрис, в номере, значит, 340, вот такая серия. Упс, тоже тут кусочек, но я не пользуюсь, да, поэтому всё, ну что же, София здесь, значит, поигралась, Софийка. Упс, жир при жир, просто жир, жир нючий, цвет красивый, благородный, такая, такое вино, но жир нючая, я думаю, здесь не то, что без карандаша, здесь надо настолько и припудрить, и всё сделать с губами, то, что я не делаю, я не люблю, я обожаю, вот даже без зеркала вот это можно нанести, и никуда не полезет помада, в то время как вот это очень, 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 очень просто жир, растекающийся по вашим, по вашим губам. Так, вот это ещё серия Адербал Мат, Адербал Мат 14, но другая серия Уэссенс, и я её тоже использовала чисто так под что-то. Это, я не пользуюсь красными помадами, но это очень красивый красный, но она достаточно жирная, эта помада, она требует контура, поэтому, ну, вот эта помада, она такой идеальный красный, идеальный красный, очень делающий белыми зубы, но она не мат, и поэтому, как я не люблю карандаши, и как я, в принципе, не стремлюсь никогда к красным помадам, это не моё, ну, по крайней мере, никогда не было, может быть, ещё, ну, нет, наверное, нет, я люблю больше всё-таки что-то, другую гамму, да, и вот тут я тоже использовала иногда как подложку, а наверх карандаш, и тогда вроде и яркости этот красный пигмент присутствует, но приглушаю я его. Ну, не сложилось у меня с красными помадами ни в молодости, ни в 20 лет, ни там, никогда это был бум у всех известных, да, там, маковских помад, ни вообще, то есть, ну, не знаю, нет, так, не вижу я себя в них, и ещё одна эссенс, вообще никогда я не пользовалась, то есть, вот эти бежи нюды, да, вот 05 нюд, это вообще помада, то есть нюд это вообще не моё, вообще, а на ней, видите, здесь какая-то помада, я просто покажу вам тон, насколько вот интересно, нет, вообще даже ничего не будет видно, нет, ну, будет, наверное, хотя она отобрала немножко, видите, видно, видно, конечно, просто немножко смазалась ещё сверху, вот сейчас я её обновлю, вот, но она сейчас на переносец абсолютно по-другому, конечно, при этом свете, и на губах она вообще совсем ни о чём, а брюнеткам она будет красива, это должна быть брюнетка с огарелой кожей, но не блондинка, нет, не знаю, либо это голубые глаза, белая кожа, я не могу даже сказать, в общем, она у меня просто делала из меня какого-то, не знаю, убивала вообще краски моих глаз, не знаю, как объяснить, так, а сейчас вот, кстати, я вам покажу, что ещё, вот совсем недавно я купила вот эту помаду от L'Oreal, 265 тонн, так, 265 тонн, Colorage, да, это серия, я не могу терпеть этот запах, я, девочки, не могу терпеть этот запах, я не знаю, у меня он так не нравится, напишите, может, ещё кому, и здесь золотые частицы, то есть цвет хороший, но эти золотые частицы, то есть он такой тёплый идёт оттенок, он красивый, мама говорит себе красиво, он очень красиво, когда я тестила, не знаю, видите ли, вы глажу, смотрите, как красиво, да, то есть вот эти золотые микрочастицы, холодный розовый с золотыми микрочастицами, то есть холодный подтон, но золото даёт тепло, но мне не нравится запах, и уходит контур, нужен карандаш, я не могу свыкнуться с помадами, когда нужен карандаш, а когда я всегда должна контролировать контур, нет, я предпочту матовую помаду устойчивую, либо, ещё раз повторюсь, ту, которая не будет убегать за контур, а вот эта не убегает, вот, поэтому стык, купила и всё, и вот так вот выбрасываешь 10, 15, да, так 10 долларов, вот так вот эти, посчитаем потом, сколько это денег примерно, мне самой интересно, лучше, наверное, взять две, только чтобы тоже понравились, мне последний раз понравились из герлянд помады, я в инстаграм выставляла, я потестила, походила два часа с ней, она матовая, но не суперстойка, но она сошла, оставив пигмент, очень-очень мне понравилось, так, сейчас покажу, что ещё тут осталось, и посчитаем, вот мне зимой захотелось почему-то шоколадного цвета, и я взяла этот Max Factor, вроде тоже блески считаются, да, и помады, ну, достаточно хорошие у них, у масс-маркета, ну, такой запах ненавязчивый, где-то немножко шоколадка есть, но больше краской, но неплохой запах, так, а, не лак, да, такой лак, так, сейчас посмотрим, ну что, тоже убегает, этот контур нужен, и поэтому нет, поэтому нет, а вообще, как бы, такой приятный был цвет, сейчас он рыжит, но на губах он не рыжит, я хочу сказать, на губах он всё-таки в такой лёгкий шоколад уходит, но тоже давайте таппинг сделаем, не сложилось, пишите, какие вы любите блески, в молодости, где-то с 20 до 30, я пользовалась исключительно блесками, но и вот тогда вот эти помады тоже были на пике популярности, вот, а теперь блески вообще практически никогда, так, вот эта помада, она Сталин, она вот, Мевелин, хорошая, галактик, ну, в ней кто-то 240 номер, кто-то из девочек моих писал, что тоже купил и очень рад, она, вот эта помада не растекается, она на зиму красиво, летом я предпочитаю более яркий, но вот зимой она классная, видите, девчонки, в ней тоже золотые частицы, но она более ещё холодная и, говорю, по качеству она не растекается, за контур вообще не выходит и запах у неё нет, у неё приятный запах, паниху её, да, очень приятный запах и поэтому в сравнении вот с этой, справа с L'Oreal, Мевелин выигрывает 100 раз, 100-200 тысяч раз, вот видите, всё-таки здесь холодное, то, что мне вот больше нравится и тоже золотые частицы, а здесь розовая и вот уже розовая роза, это не моё, но плюс запах, запах очень мне, просто мне не должно становиться, как я абсолютно человек, не реагирующий на ножки, насколько мне неприятен запах, я не знаю, может какие ассоциации с ним, но вроде нет, это отличные помады, мне с этой серии только вот это и была, больше не покупала, но это классная помада, так и что ещё, я смотрю, есть, что-то осталось или я все вам показала, а, вот это, Butter Stick от Essence, так, руки вытрую, я надеюсь, что мне не кончится сейчас, запись уже 23 минуты, а это Essence Stick, их уже, по-моему, сняли с производства, ну, запах какой-то странный, какой-то фруктовый, мне вот очень нравится, когда не надо прорисовывать контур, да, вот когда есть вот такой карандаш, а ты рисуешь и заполняешь губы, видите, такой барбишный-барбишный, но как же, тоже меня спрашивали, чем накрашены губы, как же он классный для подложки, вот эта подложка, а наверх, а наверх, по-моему, я вот этот вот яркий ягодный, вот Essence, чуть-чуть сбивала пальцем, и, по-моему, потом карандаш какой-то, либо еще немножечко, нет, карандаш может все-таки оконтур для видео вот этого, 07 Essence, и получалось вот на такой барби-пинковой подложке два цвета, яркий и немного такой более насыщенный ягодно-вильный, и они просто делают шикарный оттенок, богатый, красивый, вроде яркий, но не прям такой, не могу объяснить, но очень-очень вы мне все спрашивали, что, во-первых, писали, что мне идет, и спрашивали, что, я потом отвечала, что я вот так вот использовала вот эту штуку, как подложку, хотя, когда покупала, когда покупала этот тон, он не казался барбишным, но мне нравится по качеству, хорошее, никуда не лезет, отчертил, а дальше нанеси то, что тебе нравится, и будет тебе счастье. Ну что, поехали. Я примерно посчитаю, мне просто интересно, ну это, наверное, 8 долларов, 5 долларов, так давайте Essence, сколько их мне раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, ну сюда же я возьму и катрис, 8, 8 в принт, так они по 5 долларов, да, 8, 40 долларов, не помню сколько это, но пусть будет 7 долларов, 47, вот это, наверное, тоже где-то 10, 57, это 5, это 5, 57 и 5, 62, и вот это не знаю, ну пусть будет 10 точно, да, 62 было, да, и 10, 72, короче, и это, ну и вот это, так, в общем, 100 долларов, 100 долларов, пользуюсь я, пользовалась этой, ну пусть будет 1, 2, 3, и сейчас будет 4, 4, но в основном я всегда пользуюсь 2, 3 максимум, но из этого всего, сколько здесь получилось, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 12, 13, 14, и еще где-то есть, и так, из 14 четырьмя, то есть, из 14 тремя, потому что, опять же, я повторяюсь, я вот как-то в сезон выбираю 2 помады и все, и все, и так, поэтому что, на 100 долларов, 100 евро, 100 долларов, в Минске вы купите 2, максимум 3 герля, 2 герля, в Дьюти Фри мы купим 3, ну вот оно на то и выходит, на то и выходит, что зачем вот эта вот стопка, которую я сейчас сложу, и она мне не будет нужна, когда можно взять 2, которые нравятся, но надо знать какую, пишите, мои хорошие, в комментариях, как, что вы думаете, стоит ли брать 15 масс-маркетов, потом пользоваться 2, максимум 3, либо взять 2, 2 помады, люкс, но вы должны знать, что они будут хорошо сидеть, я считаю, да, потому что, вот, новая помада, мне она не нужна, девочки, а это 10 долларов, 10 долларов там, 10 долларов там, тоже не пользуюсь, там, 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 и вот, и вот, и все, пишите ваши любимые помады, на этот сезон, всем спасибо за просмотр, с вами была ваша Дольче Вида, пачи, обрачи, грация, престо, чау, 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 чау.